Надежды, которые оправдались, мечты, которые сбываются. Известный казахстанский журналист Галина Полевая вернулась после долгого лечения в Турции. Три года назад у спортивного комментатора обнаружили рак. На просьбу помочь в сборе средств для проведения дорогостоящей операции откликнулись тысячи казахстанцев. И хотя сейчас ее продолжают мучить страшные боли, домой наша коллега вернулась совсем в другом состоянии. Она понимает, что надежда на выздоровление есть. В этих джинсах я была на последней съемке, я снимала азиатские соревнования по велоспорту, мы уехали за город. В тот же день Галина Полевая впервые почувствует боль в спине. Незначительно оброшенная, да скорее всего продула, обернется страшным диагнозом. Множественная миелома, болезнь, которая поражает кости, вызывает спонтанные переломы. О своей мучительной борьбе с онкологией она расскажет не сразу. За помощью казахстанцам семья обратится, только когда журналист не сможет ни сидеть, ни ходить. Я не падаю духом, потому что за этот год сделан такой рывок, такой скачок. Год назад меня в лежачем положении привезли в Турцию, я не могла 5 минут просто стоять на костылях. Я первый раз, когда увидела, как они отправляли вот эти деньги, плакала, просто плакала. У меня слезы катились, и я себе сказала, ты должна встать, ты просто не имеешь права болеть, потому что тебя так поддерживают. Глубокий вдох, руки в кулаки. Камеры привыкли видеть с ее улыбку, такая же отважная она и за кадром. Сложно поверить, что спортивный обозреватель, которая всегда была в прекрасной форме, всего год назад была прикована кровати. По словам Галины, сейчас ей намного лучше. Прогнозы делать рано, да и врачи в подобных случаях отказываются давать какие-то обещания. Но сейчас болезнь отступила. В турецкой клинике, где полевой пересадили костный мозг, проделали огромную работу. Буквально вытащили с того света. Теперь журналист может хоть и недолго, но ходить без специального корсета. Если бы не первое выступление на канале Хабар, если бы не выступление на других телеканалах и в СМИ, то возможно мы бы не смогли никуда поехать. После того, как у нас прошла информация о нашей беде, откликнулось такое количество людей и в Казахстане, и по всему миру. Впереди еще довольно сложный путь и такой, знаете, меня немножко пугающий. О таком тихом семейном чаепитии мечтал каждый из них, когда за окном родной город и не нужно думать, что скоро обратно в больницу. Но время идет, и следующий этап необходим уже скоро – замена импланта на позвоночники. На этот раз в Стамбульской клинике ей не смогут помочь. Теперь вся надежда на сеульских медиков. А пока Галина Полевая продолжает радоваться каждому подальному дню дома в окружении родных. Вот смогла дойти до кухни, да, смогла поднять чайник. Для меня это такое событие. Я же три года назад, я не могла даже ложку в руках держать, я полгода была практически прикована к постели, меня кормили. Я не могла повернуться на бок, я вообще ничего не могла. Страшна не сама болезнь, а ты переживаешь больше за людей, которым ты доставляешь боль. Потому что люди любимые, потому что люди тебе так дороги, и ты видишь, как они страдают. Главная победа Галины еще впереди, так что продолжаем держать за нее кулачки. Тем более, что сама она не намерена сдаваться. И нужно только набраться сил дома и снова в бой. Галина, живи! Под таким хэштегом в соцсетях уже собралась огромная армия болельщиков. Тех, кто верит и помогает сильным духом и неунывающей Галине Полевой победить.